Героям вторых холодных игр выбрали образ Шерлока Холмса и всё, что с ним связано. Участники должны были вспомнить факты о нём, разгадать серию загадок, аналогичных тем, с которыми сталкивался сам Шерлок, и ответить на непростые вопросы. Всего в играх на этот раз приняли участие 17 экипажей, а это около 70 человек. И несмотря на то, что это мероприятие для Десногорска новое, интерес у горожан к нему только возрастает. Человек должен мыслить креативно, мыслить неординарно. Ведь это не просто обычная загадка-отгадка. Здесь надо подойти к фантазии, здесь какие-то коды, здесь надо физически быть подкованным. Большое значение в играх имеет и физическая подготовка участников. Ведь, как говорят сами организаторы, коды, которые используют в игре, нанесены в местах, куда нужно долго бежать и даже высоко подпрыгивать. Но организация игр проходит на хорошем уровне, и безопасность участников прежде всего. Всё делается для того, чтобы во время игр люди могли отдохнуть. Сегодня нас контролировала полиция, нам помогал профсоюз, администрация атомной станции нашей. Мы сегодня со всех сторон прикрыты. Квест не только даёт участникам возможность отдохнуть и проявить свои знания, но и научиться стратегии. Хитрость на играх только приветствуется, ведь любая эмоция может оказаться существенной подсказкой для соперников. Вторые холодные игры максимально раскрыли потенциал всех участников, но победитель здесь только один. Сейчас я слежу за игрой, и что, как и в прошлый раз, вперёд вырываются мимимишки. Уставшим, новоодушевлённым победителям вручили маленькие презенты и сладкий подарок. Эмоции переполняют. Это очень захватывающая игра. Второй раз победили. Это очень неожиданно для нас. Следующий квест запланирован уже через месяц. И всем, кому интересна активная игра по ночному городу, могут принять участие в ней. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.